Ну и тему войны далее будем обсуждать с Алексеем Гетьманом, военным аналитиком. Добрый вечер, Алексей. Приветствуем вас. Добрый вечер. Конечно же, хотелось бы сначала обратить внимание на то, что Институт изучения войны сообщают аналитики, что украинские войска, вероятно, перерезали дорогу Олежки-Новая Каховка. Они предполагают, что военному командованию Российской Федерации теперь может быть трудно перебрасывать подкрепление для того, чтобы отбивать атаки сил обороны на левобережье Херсонской области из-за необходимости продолжать оборону в Запорожской области, а также попыток наступления на других участках фронта. Как вы оцениваете эту ситуацию? И действительно, это поможет нашим войскам продвигаться вперед? Или это просто контроль для того, чтобы не помогали себе войска-оккупанты? Ну, это связанные вещи, абсолютно. Дело в том, что когда мы нарушаем логистические маршруты россиян, если они, ну, они сохраняются, но для этого у них удлиняется плечо, если можно так сказать, им надо перевозить технику, живую силу, снаряды, патроны, горючие смазочные и так далее, ну, уже по другому маршруту, более длинному, и это сбивает систему поставок. Дело в том, что воинские части, когда ведут боевые действия, для них очень важна регулярность поставок. Почему это важно? Они не складируют в большом количестве все, что необходимо. Горючие смазочные снаряды, то, что мы перечислили. И они нуждаются, ну, не складируют, потому что понятно, что если там сделать какой-то склад, то по нему будет нанесен удар. Поэтому вот все необходимое для ведения боевых действий посредственно в подразделениях, которые этим занимаются, там есть, ну, это даже не склады, а оперативное небольшое количество всего, что необходимо на там несколько дней боевых действий. Ну, в комнате КХО, она по-русски, в комнате охранения оружия по-украински КЗЗ, комната сборгания, сброя, там могут находиться, ну, если они там у них, они их используют. Ну, что-то похожее есть, хотя, в принципе, у всех автоматы с собой, ну, там есть небольшие запасы патронов, есть небольшие запасы гранат, но не носит на себе человек БК, боекомплект, например, Стрелкова, это 10 рожков, 300 патронов. Ну, понятно, что с собой обычно берут 4, то есть 3 на себе и 1 на автомате. Ну, если просто говорить про такие, например, нюансы. А БК, то есть боекомплект, это 10 рожков, то есть 300 патронов. Понятно, что они должны где-то лежать. Вот эти такие, как бы, небольшие склады, там прямо в каждом, даже во взводе, может быть, даже в отделении, где-то они там сберегаются, в тумбочке, грубо говоря, ну, это так, я утрирую, естественно. Поэтому очень важна регулярность, когда используется за день, за два, за три, используется боекомплект, его нужно обновлять. Если его не обновлять, сделать задержку даже не на дни, а на часы, это существенно может повлиять на возможность вести боевые действия подразделениями. Ну, не говоря уже, это мы поговорили просто про патроны. Ну, естественно, то же самое в большей степени касается и горюче-смазочных, потому что нечем заправлять машину, и все. Каждая машина должна прогреваться каждый день, минимум полчаса, даже если на улице тепло. Ну, и снаряды для артиллерийской системы, для минометных систем, ну, естественно. Плюс к тому же туда же подвозится и еда, и там тоже никто не делает запасы провианта на 2-3 недели. Все должно, все с колес, все должно работать ритмично. И нарушая логистику, мы как минимум эту ритмичность прерываем. И это уже, вы спрашиваете, как это влияет, это существенно влияет. Это, ну, не привезли поесть, не привезли попить. Закончились патроны, осталось, не осталось гранат. Ну, естественно, как боевать. Ну, привезли потом. Ну, вот это дергание, оно не только эмоционально влияет на врага, а и фактически влияет на возможности ведения боевых действий. Алексей, хотел бы, чтобы вы дали оценку свою, да, вот предоставили свой анализ того, что происходит сейчас на линии и Авдеевка-Маренко в Донецкой области, и Купинск-Сватова в Луганском регионе, соответственно. Потому что, как мы понимаем, это одни из самых там горячих сейчас обстановок наблюдается. И хотел бы у вас спросить, знаете, хватит ли у противника сил и средств, чтобы вот на постоянной основе вооруженные силы Украины держать в напряжении? С учетом того, что, в принципе, мы можем уже сейчас, да, не точно, но все же, да, предварительно говорить о определенных успехах вооруженных сил Украины на южном направлении, в частности, той истории, которая касается Левобережья Херсончин. Да, ну, держать напряжение, естественно, не могут нас постоянно, только смотря в каком напряжении. Ну, вот видите, сейчас идут разговоры о том, что они активизировались в Марьинском, ну, на Марьинке. Планируют, ну, проводят там наступательные операции, они ничем не достигают какого-то результата, но именно там вот наиболее активные действия, чем, например, в Авдеевке. Хотя пару дней назад Авдеевка была, ну, наиболее горячей точкой. Что и о чем это говорит? Это говорит о том, что они по всей линии фронта ищут, где у нас слабые места и делают вот такие, ну, может быть, не такие мощные, как под Авдеевку, но локальное наступательное действие, начиная от Купинской, заканчивая Угледаром. Ну, и, естественно, по всему Южному фронту. Это не только контрбатарейная борьба, это и небольшие группы, которые они начали использовать, небольшие группы штурмовые для атак. И, ну, как оценить? Можно оценить, что они пытаются найти слабое место, и пока у них это не получается, они будут перемещать войска. Вот, опять же, очень важна логистика вдоль линии фронта, для того, чтобы там попробовали, там попробовали, получилось, не получилось, попробовали в другом. Но пока, ну, вот на Восточном фронте, это фронт, Восточным фронтом уже называют фронт от Купинска до Угледара, но вот на этом фронте два основных направления у них, это все-таки Авдеевка, не преуменьшая тяжесть боев и под Клещиевкой, и под Андреевкой, и под Маренко, и под Угледарами на всех местах, ну, вот, и под Лиманом. Ну, они, вот, хотят сосредоточить свои удары. Вот третья волна — это Авдеевка, и сейчас они провели ротацию уже на Купинском направлении, хотят выйти на Купинск-Узловой. Это логистичный центр уже, которым мы пользуемся. Железная дорога — это очень важная логистичная артерия, именно железная дорога. Там используют бронетанковую технику, пытаются выйти на эту станцию, пытаются выйти на берег речки Оскол для того, чтобы потом попытаться ее форсировать. Хотя, как говорят очевидцы, там, которые принимают участие в боевых действиях, что, ну, можно и по карте посмотреть, что правый берег — это горный кряж, и он достаточно серьезно укреплен, там артиллерия пристреляла уже все подходы возможные к этой речке, поэтому, ну, люди говорят, что можно допустить, что если они туда значительно усилят свои потенциалы, там, ну, потенциал — это больше людей кинут, то, может быть, в худшем случае придется отойти к речке Оскол. Но дальше они точно пройти не смогут, чтобы они там не пытались предпринять, потому что, ну, не в состоянии, они форсируют речку и атаковать правый берег этой речки с высоким кряжем горным и с нашими серьезными укреплениями. Поэтому по всей этой линии будут тут, там, тут, тут возникать такие локальные наступательные действия со стороны России, но, скорее всего, все-таки это будет попытка, опять же, серьезная атака. Планируется ротацию провели именно на Купинску-Зловой, и я уверен, что они не оставили желания захватить Маринку, господи, Маринку тоже, Авдеевку, там между северным и южным крылом российских войск, вот они сейчас такуют по флагам, там, 7-7,5 километров, в принципе, они хотят запнуть это кольцо и там уже дальше уже выдавливать наши войска, ну или одновременно с, господи, с Терекона, который там, господствующая высота, и, естественно, с коксохимического завода. Также хотелось бы и обсудить с вами потери российских войск. Вот как минимум 197 российских летчиков погибли на войне против Украины, об этом сообщает BBC, ссылаясь на российских оппозиционных журналистов. Однако, конечно же, эти данные гораздо меньше реальных, поскольку журналисты устанавливают поименный список, и в последнее время фиксируется гибель большего количества профессиональных военных Российской Федерации, участвовавших в боях с начала полномасштабной войны против Украины. И по информации издания, среди так называемых российских элитных войск больше всего потерь понесли воздушно-десантные войска Российской Федерации, на втором месте морская пехота, на третьем — Росгвардия. Как вы оцениваете такие потери и как быстро их они могут восполнить? — Быстро не могут, это точно. Сразу начнем с последней части вашего вопроса, потому что люди, морская пехота, десант, ну, Росгвардия там не совсем понятно, кто там у них и чем занимается. Ну, как, понятно, но она очень разношерстная, там есть и люди, которые занимаются, пытаются наводить просто порядок, как правоохранительные органы выступают, и штурмовые подростки, то есть это очень широкая Росгвардия, это очень широкий спектр, там сказать, насколько долго нужно подготовить, ну, для того, чтобы заниматься там, например, попытаться построить заградительные отряды и не давать отступать своим же, ну, для этого, думаю, долго готовить не надо. А вот морская пехота и десант требуют серьезной подготовки, ну, если это люди, которые должны выполнять функции. Десант, морская пехота, это по большому счету можно приравнять к войскам, к силам специальных операций, это люди, которые, ну, нельзя за месяц, за два научиться, да и за полгода нельзя. Для того, чтобы это стали профессионалы, это должен быть как минимум год подготовки, серьезной подготовки, плюс туда должны отбираться люди, которые имеют не только физические кондиции соответствующие, а еще и морально-волевые, когда говорят, вот, это люди должны быть стойкие, там, психически устойчивые, это люди должны уметь стрелять с разного оружия, они должны выживать вот в поле его, ну, как, вы знаете, как даже можно сравнить с голливудскими фильмами, как вот, когда показывают таких людей, как они там могут совершать какие-то серьезные действия. Они заполняют свои штатные расписания, потому что этих людей было много уничтожено, ну, вот, именно морской пехоты российской и десантных войск, они заполняют свежемобилизированными людьми. Формально эта воинская часть как была там десантная, так она десантная осталась формально, а по факту это уже не такое подразделение, которое могло бы выполнять какие-то серьезные задачи. Почему так много их полегло? Ну, они их использовали, ну, во-первых, они их первых кинули в бой еще в 22-м году, и под Киевом, и в других местах их достаточно сильно пошматовало, по-российски, наверное, не очень знаю, как первых. Вот, и их, ну, например, 77-ю, 70-ю, по-моему, я уже точно сейчас даже не скажу, дивизии, их использовали не по назначению, их ставили в оборону, их переводили с левого берега речки Днепра возле Херсона, оттуда их переводили на Токмарский напрямок, из Купинска, их переводили туда же на южное направление, переводили дивизии горно-десантные, десанто-штурмовые дивизии, и ставили их в оборону в глухую, а эти люди, ну, они не очень даже, вот особенно те, которые именно профессионалы, ну, это подразделение прорыва, по большому счету, это подразделение, которое должно наступать, они, ну, не очень хорошо имеют обороняться, они не знают, как это правильно делать, они по-другому обучены, поэтому и они несли большие потери. Там лучше бы оборонялась обычная пехота, которая уже как бы к этому приспособлена и знает, что, ну, например, ну, такие даже мелочи. Пехота понимает, что сразу надо окапываться. Вот где-то остановился, там сразу надо вот тут же окапываться. Ну, десантники, они же не будут окапываться, они же парашютисты, они же большой АЦБ куда-то. И поэтому, ну, в том числе и поэтому. То есть это, ну, я вижу такие объяснения, почему были такие большие потери. Ну, естественно, потому что их, особенно в начале полномасштабной войны, их кидали в бой, ну, не жалея. Ну, и, естественно, мы их перебили большое количество. Алексей, давайте далее поговорим о последних обстрелах Украины, ну, которые ведут российские оккупанты. И они напоминают тактику тысячи порезов. Армир Российской Федерации использует небольшое количество средств, но атакует почти каждую ночь. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Давайте услышим его позицию и продолжим с вами беседу. В сентябре было 500 атак. Несколько сотен беспилотников было в октябре. Это такие своего рода действительно порезы. Противник пытается больно насрезать, кусать, обеспечивая себе какой-то определенный результат. Потому что на поле боя у армии Российской Федерации его мало. Ракеты Х-31, одну из которых этой ночью россияне выпустили по Украине, трудно сбивать имеющимися средствами. Но есть определенные методы противодействия, которые силы обороны применяют, чтобы такие ракеты, которые мы не можем сбивать физически, не достигали своих целей. Юрий Игнат, спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины, в эфире марафона «Еды не новыны». Алексей, ну а каковы ваши прогнозы, что нас ждет в ближайшие недели, и в частности с наступлением холодом? Потому что, как я понимаю, многие аналитики сходятся на том, что приберегли они определенное количество тех же ракет, об этом и ГУР говорили, для того, чтобы просто дождаться такого себе осенне-холодно-зимнего периода. Но, как мы понимаем, и наше государство, скорее всего, имеет больше средств и методов противодействия, нежели это было, к примеру, в прошлый зимний период. Ну, знаете, такое, как говорится, секрет Пали Шанеля. То есть секрет, который все знают. Но сделали аналитический вывод, что они накапливают ракеты для более массированных ударов. Но, вы знаете, несложно было сделать такой вывод, потому что уже больше месяца они не атаковали вглубь нашей страны дальнобойными высокоточными ракетами. Естественно, они их, ну как тут ни крути, накопили. Для чего они их накопили? Ну, вряд ли они их собирали как коллекцию. Скорее всего, они готовят более серьезные массированные удары. И они это не скрывают сами. Они говорят о том, что они учтут тактику предыдущего их осенне-зимнего периода и будут ее усовершенствовать для того, чтобы все-таки создать какой-то серьезный ущерб нашей энергетике, теплопостачанию и всем. Ну, и вообще просто, чтобы держать нас в напряжении. Как это будет выглядеть? Ну, на сегодняшний день они, правильно говорит Юрий Игнат, что они делают мелкие порезы, они атакуют шахедами. Ну, я не думаю, что это для того, чтобы... Вот, есть же право, да, сто порезов и все. И противник ликвидирования, для них они смогут таким образом серьезно нам навредить. Это, скорее всего, для того, чтобы держать в напряжении наших людей и нашу противовоздушную оборону. И, ну, и, может быть, они тренируются, проверяют, как мы сбиваем шахеды, как мы сбиваем эти БПЛА, как мы сбиваем другие. Их цели для того, чтобы организовать атаки, уже комплексные атаки, используя и баллистические, и грылатые ракеты, и беспилотные летательные аппараты, и все, что там у них есть, и авиабомбы. Ну, это уже при фронтовых и при граничных территориях. Когда начнутся эти атаки более массированные, ну, скорее всего, как только похолодает. Скорее всего, они не будут атаковать расспрошенно, как они это делали по всей Украине, как при Суровикине. Скорее всего, это будет выбрано два, максимум три объекта, которые они будут атаковать уже большим количеством ракет, для того, чтобы они тоже знают коэффициент, каким мы уничтожаем то, чем на нас нападают. Поэтому они будут рассчитывать, точнее, атаки, учитывать этот коэффициент, чтобы, ну, если надо, чтобы долетела там одна ракета, то будут запускать 10. У нас примерно 80-90% мы уничтожаем того, что летит. Естественно, что-то будет прорваться. Мы видели это на примере железного купола израильского, что при массированных атаках даже такая система противовоздушной обороны все равно пропускает какие-то цели. Но, к сожалению, нам тоже надо к этому готовиться. Но, с другой стороны, хочется сказать о том, что недавно закончилась «Большая семерка» J7 в Токио, где рассматривался в том числе вопрос о создании воздушного щита, противоракетного, противо... Извините, ну, я украинского мужа, разумеется, сказать, на российский требует перекладать из украинского, еще выбачьте, создать щит воздушный. И вроде бы есть понимание среди этих стран, что надо делать, какую именно технику надо нам передавать. И вот усилив нашу противовоздушную оборону, я думаю, мы сможем поднять коэффициент уничтоженной ракеты еще выше, там, до 95, может быть, процентов. Дай Боже, ну, посмотрим. Да, Алексей. И еще плюс сейчас разведка сообщает, что приблизительно 845 ракет у оккупантов имеется в виду калибров, эскандеров, кинжалов и так далее. В прошлом году их было значительно больше. Значительно. Это не так много. Я два слова хочу сказать просто. Цифры впечатляют буквально пару секунд. Цифры впечатляют, это вроде бы много, но давайте на начало полного масштаба натуржения только эскандеров у них было 900. Да, да. Это важно тоже отметить. 500 калибров, то есть там, ну, то есть значительно больше. Поэтому цифра страшная, но меньше, нежели в прошлом году. Ну, еще очень интересно, что хотелось бы успеть с вами обсудить. Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило поражение двух российских десантных кораблей в Крыму. Речь идет о катерах проекта 11770 класса «Серна». На судах был экипаж, а также бронированная техника, в частности БТР и малые десантные катера класса «Серна». Российская Федерация активно использовала во время оккупации острова Змеиной для перебрасывания военной техники и десанта. Также на борту катеров российские военные размещали зенитно-ракетные комплексы, которыми прикрывали свои группировки в Черном море. И, конечно же, Гура обещает целый ряд еще операций, похожих на события в Керчи. Это касательно уничтожения носителя калибров «Аскольда» и так далее. И мы видим, что тут значительно уменьшится снабжение, я правильно понимаю, оккупантов на юге в том числе. Естественно. Естественно. Ну, смотрите, про это не только Гур говорил, про это еще вчера или позавчера сказал секретарь радионациональной безопасности и обороны Алексей Данилов, про то, что нас ждут, всех нас ждут хорошие новости с Крыма, что готовятся следующие операции. И вот, ну, смотрите, мы уже, ну, раз в неделю, два раза в неделю видим, как мы топим российские корабли. Ну, давайте вспомним, что не так давно это было, казалось, практически невозможным. Мы их топим не только атакуя ракетами порты и уничтожаем их прямо в доках, ну, там, где они пришвартованы, а уничтожаем в море. То есть идет атака на российские корабли и ракетами, и не только «Штормшедом» и «Скальп», а и нашими ракетами, «Нептун» и безэкипажными надводными, надводными, чёрнами, господи, катерами, дронами, надводными дронами, которые могут в море непосредственно уничтожать эти корабли. Наши безэкипажные катера имеют дальность действия до 800 километров, то есть любой российский корабль, где бы он ни находился, даже если он находится в порту Новороссийской, он в зоне досягаемости вот этих наших надводных дронов. Поэтому я думаю, что это будет продолжаться и усиливаться. Россияне должны понимать, ну я думаю, что они это уже поняли, они выводят корабли с Крыма, они должны понимать, что нет ни в Крыму, ни вокруг Крыма, ни в ближайшей акватории, в Черном море, места, где бы их корабли находились бы в безопасности. И тут я хочу сослаться на слова президента Зеленского. Может, подзабыли уже пару месяцев назад, он сказал, что весь российский флот находится в зоне нашего возможного поражения, его поражения этого флота. Поэтому, в принципе, увеличивая количество средств от атаки, от ракеты и эти надводные дроны, мы по большому счету, это сказал президент, можем уничтожить весь российский Черноморский флот, не имея своего какого-то крупного флота. Наш флот, вот эти дроны уже назвали москитным флотом, вот таким флотом и плюс ракетными атаками мы можем не просто там его существенно ослабить, мы можем просто утопить весь Черноморский флот. У нас для этого хватает сил и средств. Поэтому пусть на украинском языке начиваются. Пусть готовятся. Да, Алексей, по всему видно, что они это ощущают и чувствуют на себе непосредственно. Спасибо вам за разговор, благодарим за этот анализ в эфире телеканала Freedom. Алексей Гетман, военный аналитик, был с нами на связи.